друзья оказывается не везде снег растаял вот эта дорога по которой мы зимой ездили землянку здесь видно след от буксировщика Саня с Хьюгой пошли пешком по полю а я объехал будем искать где можно проехать тут проехать не получится друзья в этот раз у нас не получилось доехать до землянки но мы доехали так скажем 60 процентов и 40 процентов нам нужно сейчас будет пройти там в лагах стоит снег еще прям глубокий по колено наверное и проехать не получилось и сейчас вот смотрю мы в такое живописное место заехали уже кстати говоря трех клещей сожгли на Мишане двух на Хьюге одного в этом живописном месте посмотрите я смотрю вокруг и просто все деревья обгрызаны лосями наверное здесь весь лес такой и он скорее всего весь обгрызан зверя много здесь ходит и это хорошо мы собираемся и идем до землянки у нас вещей не так много в принципе дойдем быстро друзья когда когда-то этот родник был облагорожен почему пришло такое решение потому что ну как вот на роднике может быть такое идеально вытесанное бревно само себя но так вытесать точно не может вот еще и паз тут сделан смотрите все на века вот сколько лет прошло вот эти бревна друзья не до сих пор здесь лежат скорее всего сюда люди приходили набирали воду наверное этот родник был облагорожен выходит этот родник очень интересно прямо из земли вот там видно небольшие колебания песка не как обычно как мы привыкли смешание видеть где-то из земли прям прорывается вот со стороны горы какой-нибудь здесь вот он прямо из земли выходит очень красивый может он это со стороны выходят просто уже облагороженную колодец сделать ну кстати да возможно возможно это уже сейчас тут заросло так друзья с виду обычное неприметное место да но смотрите вон как сидит здесь так лапы растопылили и сидит вот видите чувствует тепло сразу же поворачивается видите и хоп все он на вас вот так это и работает или друзья вот такая вот картина просто их тут штук пять наверное вот это же дрова то есть охренеть все плавает сюда надо не насос а мой дренажный насос сюда надо михалыч на чтобы все отсюда выкачать вот это жесть более да как так то были на все ты тоже есть конечно все пойдем в избушку вот так вот затопило все затопило полностью весь пол сантиметров 20 нара пола еще если не больше на воды но у нас спальня это все сухое людьми отдыхают а мы пойдем в избушку ничего не остается как идти в избушку друзья показываем как есть здесь очень много опил очень много мусора разного но этот мусор он в основном рабочий это опилки стружка сейчас тут ходим и наткнулись на дерево откуда мы снимали борть в избушку и увидели здесь ловушку для пчел судя по всему его скинул медведь и очень вкусно покушал до ловушка не наша это кто-то вешал здесь на прошлогодние и когда мы забирали борть этой ловушки здесь не было скорее всего кто-то на это же дерево повесил это ловушку а дядя коля нам рассказывал что дядя коля это тот чья борть тут висела что залазил к нему говорит медведь к этой борти бортина у него глубокая была он говорит лапой пытался достать что-то у него ничего не получилось он говорит под деревом насрал и ушел возможно я даже рассказывал уже эту историю мы уже почти дошли ходили по лесу думали поискать немного дров поискать валежник новый ну вообще посмотреть есть он здесь или нет и вот собственно раз упавшие вот рядом упавшие и вот хорошие 3 и ходим ходим и под ногами просто снова попадаются вот такие вот грибы у нас сейчас конец апреля 20 так 21 число сегодня 22 22 апреля сегодня и вот они уже растут молодильный грибочек не грибочек а жидкость молодильная жидкость сейчас мы его по традиции выпьем третий год уже мы их тут находим и немножко выпиваем по грибочку держи михалыч я видел продемонстрируйте повторять не надо мало ли в каких он местностях растет и что содержит а здесь мы как бы ну знаем за эти места знаем что здесь было знаем что ничего не будет после этого до это вкуснее чем тут да но этот более моложе мы вообще чисто случайно заметили просто под ногами здесь смотрите сколько тут раз два три 4 5 6 7 10 холота вообще просто все усыпано вот они тут 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 нашли тут сушинку сейчас распилим затачим до избушки там уже будем на тюльке и и пилить не самурай конечно наберет пилишь тяжело идет еще блин вот так вот вроде как будто скопал землю наверное лисы либо кабаны но следов кабана не видно возможно леса уже почти к роднику подошли трава невысокая и клещи цепляются пока что мало но клещей очень много друзья осматриваемся не каждые 10-15 минут каждые 2-3 минуты потому что очень много и почему-то много их именно в поле в лесу их фактически нету не то что в поле а вот в таких вот открытых пространствах как друзья чё стало с родником смотрите так его разбарабанил вот пробивает уже не халыч смотри задано только мы там и да ну да да я вправь себе думаешь и пробивала сзимой вот так вот разорвало бак туда лишь ни он наверное не зачем нет ничего нужно было делать надо бак убирать не халыч и просто трубу оставлять а так всю зиму простоял вода не замерзла мы приходили пользовались здесь все нормально все чистенько ну песок и глина немножко вообще ничего страшного чистая водичка абсолютно решили убрать эту конструкцию потому что нужно переделывать а переделывать как просто оставим трубы и все а это унесем везем когда приедем на квадрика обязательно а сейчас здесь как я сделаю дырку чтобы вода выбежала оттуда там двойной сложа войной войну или а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 наверное деревья и юга иди сюда поджав уши бежит ну а так вот у нас друзья сегодня скромненько лук мясо и картошка и все это будем тушить здесь мешание собрал уже печку и сейчас мы будем заниматься готовкой офигеть просто капец как этот раздувает нереально все сгорело и 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 Субтитры делал DimaTorzok Все готово Пахнет вкусно Друзья, давно мы не кушали с этим видом Я месяц назад кушал Субтитры делал DimaTorzok Юга активизировался Идет, идет, смотрите Субтитры делал DimaTorzok Юга 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 Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы здесь были в этом году не так часто И поэтому тут мусора не так много Чего не скажешь и землянке Что, друзья, по землянке мы не паникуем Вода там стоит План действий есть у нас Первое очередное, что мы вышли Поход, это, конечно же, отснять видео И чтобы видео получилось Нам пришлось приехать в избу Чтобы поход не был пустым Сейчас у нас что? Мы сейчас скоро пойдем домой Первое, что мы сделаем Это нужно будет где-то найти Бензогенератор Скорее всего, снимем в аренду Нужно взять насос Шланги И ехать в землянку выкачивать воду Ну а как? Куда деваться? После того, как выкачаем воду, придется разобрать там все снова Чтобы все доски просохли Возможно, даже придется их стругать Потому что они будут покрыты каким-нибудь там Зеленым цветом, например Не знаю, из-за воды Потому что топор, когда вытащили оттуда Он был немножко зеленоватого оттенка В общем-то, посмотрим Следите за новостями Подписывайтесь в Телеграм Там обычно в первую очередь Все новости опубликовываются Ссылка на Телеграм будет В закрепленном комментарии и в описании Переходите Там появляются все свежие новости первым делом Друзья, кто помнит эти маленькие елочки? На тот момент были маленькие Посмотрите, как они вымахали И всю ту сторону лога больше не видно И с той стороны аналогично получается Избу не видно, закрыло Они выросли, наверное, на метра полтора За эти три года Или четвертый год уже изба стоит И в этом году они вырастут еще больше Еще, наверное, на метр, на полметра Потому что лето обещает быть жарким и долгим Я не сомневаюсь в этом вообще И вот когда они зарастут Они уже заросли Здесь такая полянка образовывается Круговая 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 Много вопросов было, что с баней. Ну, вот, судя по всему, баня придется на этот сезон, скорее всего. Друзья, решили, что на эту стену, на левую, которая смотрит, сделаем окно. Очень-очень захотелось, почему бы нет. Изба тепло держит хорошо. Тепла печи на ночь хватает даже в минус 30. Поэтому можно смело делать сюда окошко. И кое-какие изменения будут внутри избушки самой. По бане решили, что будем делать так, что ролик будет у нас землянка, ролик баня, ролик землянка, ролик баня. То есть уже начнем, чтобы уже двинулось это куда-то хотя бы. Землянку, конечно, сильно затопило, но нет ничего непоправимого. Друзья, обратите внимание, сколько растаяло снега за то время, пока мы здесь. Здесь снега было примерно по бревну вот этого, да. Ну вот я примерно показываю вот так. И посмотрите. И здесь как бы были прям реальные сугробы. Мы вчера ходили в лес. Почти до леса был снег. Тут вчера лежал снег. Да. Вот так, друзья, стала выглядеть наша полянка. Культурно и опрятно. Снова убрались. Немного прибрали мусор. Печку решили затопить. Ну там подложили парочку дровишек. На самом деле даже хорошо, что мы решили идти сюда, а не ехать обратно домой. Хотя бы увидели, что здесь происходит, как здесь. Сюда приходили ровно за пару часов до того момента, как пришли сюда мы. Оставили кости куриные. Видимо, думали Хьюге. Я Хьюга куриными костями не кормлю, только головами. Все здесь абсолютно после зимы целое. Ничего не затопило. Снег фактически растаял на наших глазах. Ну, тут, я думаю, еще пару дней таких. Или сейчас, знаете, наверное, скоро будут дожди снова. Вот такой пейзажик здесь. Видите, все, вот эти елки. Вид закрыли тот, о чем мы и говорили раньше, 3 года назад. Что этого вида скоро не будет. Если кому интересно, зайдите на первое видео. Мы обращали внимание прямо на эти елки. Поищите там, полистайте. Собрали мы все свои уже вещи и готовы выдвигаться. Погода хорошая. Я думаю, дойдем до квадрика без проблем. В ближайшие дни мы уже отправимся в землянку, чтобы откачивать воду, сушить доски, да и вообще сушить саму землянку. Если вам понравился ролик, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Подписывайтесь к нам в телеграм-канал обязательно. Всем пока! До новых встреч! Хьюго домой убежал. Хьюго вчера домой убежал, да. Ему здесь идти не так далеко, как с землянки. Видимо, он напрямки и пошел. Мы тоже пойдем.